Все сейчас пытаются похоронить SEO. Мне часто в комментах пишут, что SEO умирает, SEO умрет и что делать дальше, если SEO действительно умрет. Хочу вас заверить, SEO в ближайшее время умирать не собирается, оно меняется, очень сильно модифицируется, но умирать оно точно не собирается. И сегодня я хочу рассмотреть чек-лист обязательных пунктиков, которые важно учитывать при SEO продвижении. Я буду очень бегло проходить по пунктам и рассказывать о каждом из них. Где, какой пункт остановится подробно, у нас уже записано ряд видео, ряд подкастов и ряд вебинаров, где можно ознакомиться с этим контентом. Считайте этот ролик большим обзорным роликом по контенту, который создала компания SEO Quick за все годы. Поэтому оставайтесь до конца, я буду проходиться по каждому пункту и говорить какие ролики и контент мы уже по этой теме сделали. Поехали! Первый пункт, с которым начинается любое SEO продвижение, это robots.txt. И без файла robots.txt мы даже уже давнее-давно его не воспринимаем. И на самом деле так оно и есть. Многие поисковые системы всегда изучают robots.txt. В роботе вы можете заблокировать отдельным поисковым роботом его сканирование, также вы можете заблокировать сканирование отдельных разделов сайта, ну и заодно указать карту сайта, как собственно делают в большинстве случаев. Раньше было еще полезно прописывать в нем хост, но сейчас это уже не нужно делать. По поводу robots.txt вы видите сейчас вот эту нашу статейку. На этой статейке мы расписали все подробности, как работают конкретные инструкции, как писать конкретные инструкции, как делать синтаксис, как работает самого robots.txt, как примерно выглядят составленные файлы robots.txt. Все это можно посмотреть на странице. Что такое регулярное выражение, посмотри как это работает, что такое параметр allow-a-a-lou, все можно почитать в нашей статье. Ссылочку конечно же я оставлю в описании. Всем привет, в эфире Михаил Шакин и я хочу рассказать об одной частой ошибке, которую допускают многие оптимизаторы и владельцы сайта. Она заключается в том, что в файле robots.txt делают задержку для роботов. Если мы сделаем запрос, вот в гугле можно и в яндексе тоже, inurl.com, например, или .ru, robots.txt, crawl delay, то зайдем на любой полученный сайт и увидим, например, вот эта строчка, crawl delay. Эта строка означает задержку для поисковых роботов в указанное количество секунд. То есть на данном сайте для всех роботов сделана задержка в 5 секунд. Если, например, образно говоря, у робота Google или Яндекса есть всего там 3-5 минут, примерно на сканировании вашего сайта, а с такой задержкой они, например, вместо того, чтобы 100% ваших страниц проиндексировать, они проиндексируют только небольшую часть, а до некоторых страниц они вообще не дойдут даже за несколько посещений вашего сайта. И в итоге позиции и трафик страниц, которые не получены роботом поисковым и не просканированы, они могут начать понижаться. Поэтому мое мнение, что такую задержку для поисковых роботов надо вообще убирать. Даже в одну секунду не стоит делать задержку. Вот еще, например, пример. Есть еще один юзер агента и здесь crawl delay в 30 секунд. Представляете, это вообще кошмар. На мой взгляд, это лучший способ загубить сайт. Поэтому я первым делом, когда сайт смотрю, я захожу в Robots.txt и смотрю, не закрыт ли он для индексации и не сделана ли задержка. И надо учитывать, что файл Robots.txt это рекомендация для поисковых ботов и для всех остальных ботов. Поэтому они не обязаны ее соблюдать. Это просто рекомендация. Поэтому это надо учитывать тоже. Следующее, с чего начинается продвижение, это карта сайта. Без карты сайта сейчас вообще невозможно говорить о продвижении. Ее нужно добавлять в вебмастер Google, добавлять в вебмастер Яндекс, следить за сканированием, вообще следить за правилами ее оформления. Она должна содержать в себе только странички, которые отдают 200-ый ответ и открытых индексаций, и другие страницы в них держать не нужно. И действительно, иногда карты сайта достаточно, чтобы сообщить поисковой системе, что сканировать, в каком порядке и с каким краулинговым бюджетом. Такое новое словечко. Что это такое? Это условно говоря, сколько поисковик выделяет своего ресурса на ваш сайт. Статеечку можно почитать. Она достаточно большая и обширная. Здесь рассказано, как она работает, как она составляется. Также я отдельно выделил момент касательно HTML карты сайта и XML карты сайта. Мы учитываем в SEO исключительно XML карту сайта. И вот про нее, собственно, вся и речь. Карту сайта нужно уметь составлять. Ссылочка в описании на эту большую и огромную статью. Также мы по этому поводу записывали видео. Совет по карте сайта, сайтмап.xml. По опыту могу сказать, что часто бывает, когда сайт самописный или на каком-то малоизвестном, непопулярном движке, то карту сайта генерируют с помощью сервисов или программ. Сгенерировали, разместили, сайт проиндексировался, далее нормально индексируется и все нормально. Но, например, через несколько лет забывают про эту карту сайта, что она не обновляется и должного внимания ей не уделяют. Поэтому начинаются проблемы с индексацией, вполне возможно, и другие трудности. На мой взгляд, в идеале карта сайта должна генерироваться автоматически, движком вашего сайта. Может быть, по умолчанию ваш движок не поддерживает, но наверняка есть какие-то решения, плагины, расширения и так далее, которые позволяют генерировать на лету карту вашего сайта. Когда появляется новая страничка или новая статья на вашем сайте или карточка товара, то данная страница автоматически добавляется в карту сайта и поисковые роботы ее быстрее находят. Поэтому самый простой вариант найти такие решения, это набрать, например, название движка вашего сайта, сайт мэп или карта сайта, плагин в разных вариантах, на русском, на английском можно набирать. Вот я WordPress сайт мэп плагин набрал. И здесь мы сразу видим список для WordPress генераторов сайт мэпов, то есть карт сайта. Можете выбрать на любой вкус решения. Также можно Bittrex, также можно Drupal, Joomla и так далее. То есть любой движок просто набирайте и самое главное, чтобы карта сайта генерировалась автоматически. Тогда проблем не будет. Третьим пунктом я бы выделил техническое дублирование. Оно возникает чаще всего по программным ошибкам и многие этому не уделяют должное внимание. Техническое дублирование может возникнуть при неправильно настроенной погенации и других подобных вещей. Также может возникнуть в результате неправильной работы параметров, поэтому в роботе нужно прописывать клинт-параметр для Яндекса в частности. Google, к сожалению, точнее к счастью, это понимает. Он эти ошибки не видит. Но техническое дублирование на самом деле может привести к очень печальным последствиям, которые могут повлечь к понижению вашего сайта индексацией. Технические дубли страниц. Вообще дубли страниц для сайта вредны. Из-за них может происходить смена релевантной страницы. Из-за них падает общее техническое качество сайта. Из-за них сайты могут быть понижены в поисковой выдаче. Ведь бывают еще дубли, на самом деле, неявные, когда есть очень схожие страницы, хотя они немножко о разном. И поисковая система не может определиться, какая страница более релевантна. Вообще, в целом, с дублими нужно бороться. Нужно сканировать сайты, нужно искать дубли, искать их причины, устранять причины, скрывать от индексации, изменять, отрабатывать, исправлять CMS и проводить максимально много работ. Из-за дубли страниц часто возникают ситуации, когда они появляются и запросы падают. Соответственно, нужно постоянно мониторить техническое состояние сайта. Для того, чтобы искать дубли, мы пользуемся Яндекс.Вебмастером, Google Search Console, автоматическими выгрузками из них. Используем различные сканеры, там, Screaming Frog, Netpeak, Xeno. Кому что удобнее. Ищем схожие тайтлы, ищем схожие заголовки. Кроме этого, ищем технические страницы всевозможные, часто дублируются просто по ошибке. Обязательно исследуем выгрузки из вебмастеров и Search Console. Тоже достаточно много данных, которые нужно проанализировать. Смотрите на позиции по запросам и скачут ли релевантные. Иногда бывает так, что позиции проседают, и можно заметить смену релевантной страницы. Это может быть дубль, то есть каким-то образом вы его пропустили. Кроме этого, дубли часто возникают из-за UTM-меток, из-за различных технических параметров на сайте. Тоже за этим нужно следить. Также бывают полные дубли сайтов, например, на поддоменах. Если разработчики имеют технический поддомен для внесения изменений, ну, только копия техническая сайта, часто ее забывают закрыть от индексации. Будьте внимательны, следите за индексом, следите за техническим состоянием сайта. Пустых страниц не должно быть. Пустых страниц, страниц, заполненных неосмысленным содержимым. А если товара мало? А если товара мало? Ну, пусть лучше хорошо заполненных мало товара, чем плохо заполненных много товара. Это реально важно, потому что если мы возьмем 10 тысяч позиций и просто выльем заголовок, скопированная картинка, две характеристики, и зальем это на какой-то веб-ассист, часто, и Google и Яндекс половину даже не проиндексируют. То есть мы зальем эти 10 тысяч, в индекс зайдет тысяча, а потом Google и Яндекс все остальное сгрузят в раздел страница некачественная. Ну, у Google это называется просканировано, но не проиндексировано. То есть это видно в сетч-консоли. И он просто не будет это воспринимать. И вы, что плохо, почему так действительно очень плохо делать, потому что вы потом от этого будете очень долго избавляться. То есть вам потом придется создавать очень много качественных страниц, чтобы избавиться от той негативной истории, которую вы наплодите плохими страницами на старте. И еще хуже то, что это долго выходит из индекса. Даже потом вы начнете это наполнять, удалять этот мусор. Это может длиться полгода. У меня есть такой случай в практике такой. У нас был интернет-магазин, который пришел на продвижение, и у него 600 тысяч страниц было в индексе при 100 тысячах товаров. 100 тысяч товаров на сайте, 600 тысяч в индексе. То есть это куча мусора. И этот мусор полгода выходил из индекса. Полгода. И он вышел из индекса, и пошли позиции вверх. Но полгода мы занимались ровно тем, что просто чистили мусор. В дополнение по техническим дублям, я бы хотел выделить отдельно ошибки погинации и ошибки неправильно настроенного каноникал. Но недавних пор Google кое-что изменил в правилах каноничных страниц, и теперь тех каноникал носит рекомендательный характер, а не директивный, как было ранее. Но в правилах Яндекса ничего не поменялось, так что если мы работаем на Рунет, каноникалы нужно прописывать грамотно и без ошибок. И уж точно не слушайте программистов, которые говорят, что сейчас это не нужно. В России, к сожалению, Яндекс является, пусть и устаревшим поисковиком, но он имеет половину трафика. Более того, самый платежеспособный трафик по всем исследованиям находится в Яндексе, поэтому я рекомендую послушать вот этот подкаст, что вы видите сейчас. Ссылочку я оставлю непосредственно под описанием ролика, где я рассказываю, что изменилось в правилах каноникал и вообще, что это такое. Следующая тема, которая очень важная для продвижения, это наличие битых ссылок. Что такое битые ссылки? По каким-то либо причинам, например, при переезде вашего сайта, при смене структуры вашего сайта, да даже просто изменение названия под рубрикатора, который находится под папки, может измениться все, могут сломаться все ссылки. И если у вас сайт какой-нибудь самописный, а не на какой-то мощной CMS, у вас могут появиться огромное количество битых ссылок на сайте, и их нужно уметь устранять. Что такое битые ссылки для новичков? Ссылочка будет на подкаст в описании, где я детально все это рассказал. Этот пункт никуда не девается из всего продвижения и будет являться наиболее важным. Но если же битые ссылки появились, вы должны настроить так называемый 301 редирект. Редирект 301 используется для множества задач в SEO. Например, при редирект с старой версии сайта на новую, без W версии на 3W, либо наоборот. Но редирект всегда используется для того, чтобы передать вес с старой страницы по старому URL на новый URL. Например, при смене той же структуры. И многие не знают, что такое 301 редирект, поэтому по настройке 301 редиректа у меня есть большая статья. Вы можете ее сейчас увидеть. Ссылочка будет, как положено, в описании. Я рассказываю про перенос сайта, что нужно делать перед переносом, что нужно делать в процессе переезда и, конечно же, что надо делать на новом месте и как настраивать этот файл htaccess для переезда. Если же вам понравилась статья, в комментариях можете написать нам или если считаете, что она не полная, точно так же напишите нам, а мы ее расширим. И именно вот здесь и кроется большая часть работы при смене ошибок, исправлении ошибок в настройках этих редиректов. Пишется техническое задание на этот редирект. Ну и самое главное, ищутся циклические ошибки. Еще одна ошибка, которая связана с тем, что иногда редиректов могут быть много и либо они могут замкнуться сами на себя. Это такая тоже ошибка. Это целый пул тех циклических ссылок, может просто выпасть из индекса. Поэтому, да, я рекомендую анализировать сайт и на циклические редиректы, ну и, конечно же, искать битые ссылки и настраивать на них 301 редирект. Следующая ошибка, скорее всего, будет известна тем, кто сидят на самописах либо работает с самописными сайтами, потому что в большинстве CMS-ках она реализована. Это так называемые заголовки Last Modified и If Modified Since. Именно настройка этих заголовков и своевременное обновление данных, даты в этих заголовках и отвечает за то, чтобы поисковик возвращался и переиндексировал ваш контент повторно. То есть, если вы залили статью, модифицировали ее, из какого момента она была модифицирована, именно благодаря этим заголовкам вы напоминаете поисковому роботу прийти и еще раз ее переиндексировать вполне легально, без каких-либо трюков для увеличения индексаций. Поэтому вот эти два заголовка, ссылочку на эту статью Search Engine Guru я тоже оставлю в описании. Это не наш контент, мы по этой теме еще контент не писали. Вот, вы можете почитать в описании. Следующая немаловажная часть, я думаю, мало кто до сих пор про это не знает, это настройка так называемого SSL сертификата или HTTPS. Этот самый HTTPS сертификат нужен для того, чтобы сообщить сайту, что он у вас более защищен и защищен от коража информации и верифицирован. Это такой своеобразный сертификат, который определяет, что ваш сайт настоящий и принадлежит вам, а не кому-то другому. И нужен именно для этих целей, чтобы никто не мог заявить о том, что у вас украден или подмена. То есть вы владелец этого сайта и сторонняя сторона выдает вам этот сертификат. Так вот, при настройке этих сертификатов многие допускают ряд ошибок и может сформироваться при установке сертификата так называемый смешанный контент. Это когда часть страниц находятся по HTTP протоколу, а другая часть по протоколу HTTPS. Коротко, вообще, что такое SSL и как он нужен, вы можете прочесть в нашей статье, но ошибка смешанного контента это то, что в технической части проверяется до сих пор сегодня. Следующим немаловажным фактором до сих пор остается так называемый ЧПУ. ЧПУ это очень важный фактор ранжирования или человечески понятный URL. Вы же все заметили, что URL сейчас это не какой-то случайный набор символов, а вполне себе читаемые, как говорится, на транслитерации чаще всего какая-то информация. То есть вы понимаете, что если вы зашли на страничку iPhone, то скорее всего у вас будет название магазина, косая черта, какой-нибудь еще там подраздел, косая черта, и там iPhone, и той модели, которую вы видите. И вы уже формально по ссылке понимаете, куда вы попали. Именно это и есть ЧПУ. И многие сайты его неправильно умеют настраивать. Есть ряд действительно тонкостей, которые нужно знать. В будущем я планирую записать большой подкаст, посвященный ЧПУ, и проведу его, скорее всего, возможно, с несколькими специалистами, и соберу всю актуальную информацию по этой теме. Насколько сильный фактор ранжирования, как его делать, что актуально в 2020 году, так что не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. В любом случае, уведомления о вышедшем контенте вы получите сразу же, если вы ставите настройки все уведомления. Следующее, что вы должны научиться делать на своем сайте, это оценивать коды ответа сервера. На самом деле, кодов ответа сервера существует огромное количество. И есть разные варианты кодов ошибок, на которые вам нужно обращать внимание. Самые популярные, конечно, это 500-ые коды ошибок, там 501-ый, там 404-ая, это самая известная битая ссылка, 302-ые ответы. Есть абсолютно разные коды, их нужно все знать, про них нужно все учитывать и находить причины их возникновения. Ссылочку на статью я оставлю в описании, вы можете прочесть ее. И если у вас останутся вопросы, мы снимали по 404-ой ошибке большое видео, рекомендую его посмотреть. Следующий пункт, который нужно знать, это микроразметка. Микроразметок существует несколько. Есть всеми известная схема Орг, которую, собственно, и продвигает Google. И есть еще аналогично от Facebook опенграф, которую продвигают в соцсети. Обе микроразметки жизненно важны. По поводу микроразметки, и в частности, микроразметки Scheme.org и оптимизации микроразметки под Google, у меня есть большой подкаст. На самом деле, микроразметку, про нее можно говорить очень долго, она действительно формируется разной, чуть ли не под разные виды данных. И поисковики ее внедряют в себе тоже. Яндекс с небольшим отставанием на текущий момент внедряет микроразметку. Но вот можно изучить полностью справку Google, как настраивается микроразметка, и рекомендую послушать обязательно наш подкаст, который вы сейчас видите на экране. Ссылочка на подкаст, конечно же, в описании. Следующее, что вы должны, конечно же, уметь делать, это решать вопросы со скоростью загрузки. Именно скорость загрузки является критичной для вашего сайта. Мы для этого делали одно большое видео, посвященное скорости. Вы можете его посмотреть. Ссылочка на видео, конечно же, будет в описании. Она вышла совсем недавно. И, конечно же, в этом видео про скорость я максимально рассказал про все факторы ранжирования Core Web Vitals. Гарантирую, что это будет будущий алгоритм, который нужно будет учитывать. И если вы до сих пор еще этого не делаете, собственно, ссылочка на вот это видео, оно, конечно же, будет в описании. Я почти час рассказал, какие факторы расценивать. Вы можете все это посмотреть. Каждый показатель, по каждому пункту я рассказывал в этом видео. Поэтому, если же вы до сих пор еще не знаете, что такое скорость сайта, как ее улучшить, как она измеряется. Поделюсь полезными советами по микроразметке. Я рекомендую искать на английском языке название своей тематики на сайте schema.org. И далее, например, набирайте здесь «Медицина». Причина в том, что микроразметка развивается динамично и постоянно или время от времени появляются новые типы микроразметки, о которых вы можете не знать и которые вы можете использовать для того, чтобы выделить описание страниц вашего сайта в поисковой выдаче. Поэтому, чтобы быть в курсе этих нововведений, просто набирайте название там «Fineance», «Medicine» и так далее. И далее выбирайте. Вот смотрите, сколько по медицине только здесь. Здесь для лекарства отдельно есть. Затем медицинская тут микроразметка, разновидность, драг-клэс, ну, видимо, классификации, аюрведическая микроразметка и так далее. То есть, посмотрите. И здесь по медицине только 10 страниц, вот получается 10 результатов на странице. То есть, надо изучить вместе с программистом те типы, которые могут подойти для вашего сайта, одновременно на ведущих конкурентов посмотреть, особенно в западном сегменте, потому что там наверняка они могут применять в первую очередь разные типы микроразметки, и только потом это приходит к нам. Поэтому вы можете опередить ваших конкурентов и другие сайты в своей тематике, реализовав первыми микроразметку нужную. И еще для простоты, просто набирайте микроразметка цены, если вам, например, нужна цена, чтобы выводилась и для Яндекса, и для Гугла, или, например, для статьи, какие типы микроразметки есть. Надо учитывать, что данные могут устаревать, поэтому можете сортировать результаты выдачи по времени, например, за последний месяц или за последний год. Миллион вопросов у вас по этой теме. Я в одно видео уложил всю информацию. Мне еще, знаете, Николай, кажется, недаром они в новом алгоритме ввели такой пункт, что новый алгоритм будет посвящен улучшению работы скорости сайтов без навязчивых блоков и вставок. А, да, кстати, да, да. Сами знаете, есть много до сих пор сайтов, и популярные даже, и новостники, туда заходишь просто отвратительно, все в баннерах каких-то, прямо мешают читать, и вылазят там, и поп-апы, и все. То есть, какие-то сайты банят за это, наказывают, а какие-то трасты, они живут, и просто напичканы рекламой так, что читать даже невозможно. Но тот же, что это влияет на самом деле. Они, возможно, с этим тоже хотят бороться. Где-то в среднем половина сайтов ко мне приходят на продвижение с теми или иными ошибками адаптивного дизайна. Это тоже такой важный момент, который все забывают. Почему? Потому что большинство CMS уже имеет адаптив встроенный. Но там учитывается не только этот фактор, существует множество факторов, которые нужно учитывать при разработке адаптивного дизайна. И некоторые элементы, там, размеры кнопок, как проверить, какие технические ошибки в мобильной версии, я рассказывал в одной своей старенькой, достаточно, но большой статье. Тесты особо не изменились, много чего осталось так, как и есть. И в эту статью я рекомендую просто, как must-have для чтения при разработке мобильной версии. Потому что, собственно, я собрал сюда все ключевые ошибки, которые могут ее касаться. Отсутствие мобильной версии хоронит сейчас продвижение в Google и практически замедляет ваше нормальное продвижение в Яндексе. Потому что в Яндексе вы можете выкрутиться только за счет турбо-страниц для новостей и турбо-карточек товара для товаров. Все остальные страницы остаются за бортом и непродвигаемые. Поэтому без фактически нормально настроенного адаптива вам нормальное продвижение не светит. Совсем недавно я записал свеженький подкаст, посвященный поддоменам в региональном продвижении. И на самом деле, для различных языковых версий, для различных версий сайта для разных стран, существует множество способов раскрутки. Вплоть до создания чуть ли не отдельных сайтов под отдельные города, фактически на поддоменах. И многие вопросы, настройка тега relalternate, настройка поддоменов, правильное сообщение поисковику о том, что у вас сайт разделен на поддомены, на разные домены, при помощи этих тегов я рассказывал в этом подкасте, который вы скорее всего видите сейчас на экране. Ссылочка на этот подкаст в описании. И правильный выбор создания сайта для стратегии по региональному и продвижению на разные страны должна быть изначально продумана. Иначе вы попросту провалите. Но и следует помнить, что технически вы можете все, что угодно делать с сайтом, но вы, если не будете видеть, что на нем происходит, у вас ничего не выйдет. Поэтому я рекомендую установить в первую очередь Google Аналитику, а потом Яндекс Метрику. Хорошая статья по Google Аналитике у нас написана прямо на блоге. Аналогично есть же статья и по Яндекс Метрике. Адаптивный дизайн. Сейчас более 50% пользователей заходят на наши сайты при помощи мобильных устройств. Это можно посмотреть, например, для Рунета при помощи сервиса Яндекс Радар и убедиться, что реально более половины пользователей уже пользуются смартфонами для захода на сайт, для потребления контента. В информационке, скорее всего, немножко побольше, в коммерции чуть-чуть поменьше, но в целом уже более 50%. Соответственно, нужно обращать внимание в первую очередь на мобильную версию сайта. Лучше всего делать сайт адаптивно. Да, можно делать мобильную версию, это нормально абсолютно. Главное правильно технически все настроить, но оптимально использовать, на мой взгляд, оптимально использовать именно адаптивную версию страниц, ну и всего сайта в целом. Кроме этого, в Гугле уже давно появилась такая штука, как Mobile First Index. Сайты, которые на него переведены, в первую очередь для ранжирования учитывается мобильная версия сайта. И, соответственно, если мобильная версия сайта кривая, косая, нет каких-то ссылок, нет каких-то блоков, то ранжирование и десктопная версия будет плохое в мобильной версии, и в десктопной версии тоже будет плохое ранжирование. В Яндексе сейчас разделены два поиска, мобильный и десктопный. Версии сайта по-разному ранжируются, то есть один и тот же сайт может иметь хорошие позиции в десктопе, плохие в мобиле и наоборот. При чем при этом, если где-то из какой-то версии позиции плохие, то есть версия плохая, плохо отображается, соответственно, она за собой потянет другую. То есть, например, в мобиле все плохо, позиции из-за этого плохие, соответственно, она за собой будет тянуть вниз и десктопную версию. Это абсолютно нормально. Обязательно проверяем при помощи сервисов, ну, в том же Google Chrome можно инструментами для разработки адаптивности посмотреть, как сайт выглядит на мобильных, но обязательно проверяйте другими сервисами, обязательно проверяйте вживую с телефонов, как сайты выглядят на телефонах, проверяйте, как выглядят на планшетах, как выглядят на десктопах. Сайты должны быть максимально удобными, читаемыми, без удаления каких-то важных блоков и проверяйте такой важный пункт, что вот при заходе на сайт сразу на первом экране должно быть понятно, о чем этот сайт, не важно, с какого устройства вы зашли. Мобильная версия, адаптивная версия, адаптивный дизайн крайне важен. Ну и в завершении, технически, если вы хотите завершить ответственных чек-лист обязательных must-have пунктов, это, конечно же, установка вебмастеров. Вебмастер Google или Search Console это первое, с чего вам нужно начать. Затем то же самое сделать и с Яндекс вебмастером. Все статьи расписаны по формату, как добавить сайт, как предоставить доступ. Я все детально расписал, чуть ли не по пунктам, с иосовременим практически все скриншоты. Поэтому статьи мы обновляем каждый год, следим, что новенькое в них изменилось. Если вдруг что-то в статье устарело, вы можете смело написать мне, Николай, в статье устарели скриншоты, и мы с удовольствием их заменим. В этом, собственно, конец нашей первой части, посвященной техническим пунктам. В завершение могу сказать, что проверка технических факторов носит своеобразный, абсолютный характер. Большинство SEO-специалистов делают просто в разном порядке, но практически все эти пункты. Поэтому технические аудиты в целом зависят только от того, каким сервисом что сканируется и какие данные правильно интерпретируются. Возможно, та или иная ошибка является неправильной ошибкой сканирования, так называемый ложно-отрицательный результат, то есть, или ложно-положительный результат ошибки, правильнее так даже говорить. Поэтому правильная интерпретация технического аудита является действительно важным ключевым моментом при его разборе. Но инструментарий у SEO-специалистов практически один и тот же. Мы пользуемся всегда одними и теми же сервисами, будь то Screaming Frog, Netpeak Spider, или SEO Power Suite, либо какие-то веб-сервисы. Мы можем там GTmetrix обмерить PageSpeed, мы можем PageSpeed мерить самим PageSpeed, а можем снимать метрики тем же Screaming Frog, стягивая API того же PageSpeed. Методы существуют абсолютно разные. Но на самом деле, ключевая задача SEO-специалиста правильно разложить ошибки, интерпретировать и поставить грамотные задачи программисту. Вот именно вот на этом моменте и включается мозг SEO-специалиста, который должен эти все данные грамотно разобрать и поставить в четкую работу, потому что иначе вы не будете знать, за что хвататься. А в следующей главе мы, конечно же, рассмотрим другие ошибки, которые нужно выделять.